Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Разделяй и участвуй. Анапчане приобщились к культуре раздельного сбора мусора, а также узнали, как можно подарить старым вещам новую жизнь. В казачьем полку прибыло. Воспитанники одного из детских садов «Анапы» взяли в руки деревянные шашки и принялись к углубленному изучению истории родного края. Общественный спорт объединяет. Трудовые коллективы курорта стали ближе друг к другу, приняв участие в спартакиаде трудящихся. Чем больше, тем лучше. Сохранение и преумножение зеленых зон, парков, скверов и аллей – еще один серьезный вопрос, который рассмотрели на выездном заседании комитета депутата законодательного собрания Кубани и представители ряда краевых министерств. Вместе с исполняющим обязанности глава «Анапы» Юрием Поляковым парламентария разложили по полочкам проблему нехватки рекреационных территорий и договорились решать ее вместе. В парке «30-летие Победы» руководители обсуждают представшую перед ними картину. Территория задыхается от торговых рядов и аттракционов. Юрий Поляков провел переговоры с частниками и обязал их задуматься о реновации парка. А сегодня ситуация вот этого, так сказать, зеленого пятака выглядит именно вот так. Есть проект у вас, да? Есть на сегодняшний день, есть эскиз о том, чтобы сделать благоустройство, парка переделать его и в ближайшее время... То есть это предпроектный эскиз, а увидим уже? Ну, в ближайшее время, когда будет проект готов, мы предоставим. Нет, а я имею в виду хотя бы эскиз на решение. Но есть только техническое задание пока под него. Есть примерное понимание, как предусмотреть зональное какое-то распределение. Зонирование. Совершенно верно, да. И распределить таким образом детские аттракционы, экстремальные и семейные. И сделать новое благоустройство движения по парку так, чтобы парк был полностью задействован, не только центральной аллеей. Потому что парк – это практически 7 гектаров земли. Естественно, благоустройство, озеленение и прочее. Вопрос сохранения скверов и парков проблемный для многих муниципалитетов в Кубани. Краевой парламент давал два года на ревизию зеленых зон. На сегодняшний день на территории муниципального образования на государственный кадастровый учет поставлено 26 земельных зеленых территорий. Общей площадью 61,83 гектара. Из них 18 парков и скверов. А именно это детский парк, сквер Аванесова, сквер Гудовича, сквер Воинской славы, парк Орехового Руща, сквер Воевой славы, парк Престилетия Победы, парк Урозный, сквер Тренажерный. Это все в городе Анапа. В селе Супсех парк, также парки поселки Уташ, станицы Гастагайская, хутори Чепон, селе Юровка, поселки Виноградном, поселки Суворово-Черкесский, станицы Анапской и парк имени Суренара Келяна. Работа продолжается. На кадастровый учет будут поставлены еще 13 участков. Таким образом, общая площадь зеленых зон в Анапе составит 96 гектаров. Прогноз до 2033 года – 332 гектара. Цель выездных комитетов – выработать такие рекомендации, которые станут не только руководством действия для муниципалитетов, но и рычагом воздействия на недобросовестных пользователей земель. Исполнительной власти нужна поддержка законодателей. Например, в вопросе застройки, говорит Юрий Поляков. Момент простой. Застройщик ведет застройку. Помимо парковки, помимо долевого участия в садиках, в школах, конкретно указать от площади застройки 20% зеленая зона. Это, пожалуйста, депутаты ЗСК, проголосуйте. Закон Краснодарского края мы готовы все его выполнять. Вот предложение какое есть. Подводя итог совещания, Александр Джеус подчеркивает, вопрос о состоянии зеленых зон находится на особом контроле губернатора Кубани Вениамида Кондратьева. Я обращаюсь к депутатскому корпусу, коллегам Юрия Федоровича по администрации. Задача стоит общая. Общей командой вытаскивать эту проблематику и решать ее. Депутатский корпус вместе с архитектурой, понятно, что, так сказать, с ведома главы должны определить вот те зоны, которые еще можно сегодня сделать муниципальными парками, сделать зелеными зонами. Анапчане стали получать налоговые уведомления за этот год. Физическим лицам необходимо до 1 декабря оплатить счета. Совместно с Федеральной налоговой службой в эфире новостей Анапа-регион стартует информационная кампания. Мы ответим на часто встречающиеся вопросы наших зрителей, расскажем о новых возможностях, которые предоставляются налогоплательщику. Сегодня о том, какие налоги надо заплатить и на какие цели пойдут собранные деньги. Мы поговорим с руководителем инспекции Федеральной налоговой службы по городу-курорту Анапа. На какие налоги нам необходимо заплатить до конца года? Налоговая инспекция по городу-курорту Анапа, так как и вся Федеральная налоговая служба, практически закончила процесс начисления местных налогов. Местные налоги – это имущественные налоги, налог на имущество, налог на землю, транспортный налог. Эти налоги, так как и в прошлом году, все граждане нашей страны должны оплатить в срок до 1 декабря. Как складывается динамика исчисления налогов? Стали платить больше или меньше? Динамика в нашем городе, курорт Анапа, на протяжении многих лет имеет ярко выраженную тенденцию к росту. Так, например, в прошлом году у нас было плательщиков в местных налогах. Вот всех три налога, которых я перечислила. Это налог на имущество, налог на землю, транспортный налог. Общее количество плательщиков у нас было 196 тысяч. В 2017 году этих плательщиков увеличилось на 10 тысяч и стало 207 тысяч. Татьяна Витальевна, а куда пойдут налоги, которые мы сейчас платим? Это земельный налог, налог на транспорт и имущественный налог? Сумма оплаченных налогов, соответственно, также имеет тенденцию роста. В этом году сумма составляет 510 миллионов рублей, это плюс 24 миллиона. Это те средства, которые будут зачислены в бюджет, в основной массе в бюджет города-курорта Анапа, частично в бюджет краевой. И, естественно, они пойдут на развитие нашего города. Вообще, имущественные налоги составляют достаточно значимую сумму в доле доходной части бюджета. Почти четверть от всех налогов, которые зачисляются в бюджет нашего города. Татьяна Витальевна, спасибо огромное за это интервью. Как правильно выбрасывать мусор, учили Анапчан на минувших выходных. Анапа приняла участие во всероссийском проекте «Экодвор». Участники мероприятия узнали, почему важно разделять мусор для вторичной переработки, как правильно утилизировать батарейки и ртутные градусники, а также о том, как подарить вторую жизнь старым вещам. Подробности в сюжете. «Экодвор» расположился на территории школы номер 2. Здесь работал пункт приема бытовых отходов. Можно было сдать пластиковые бутылки, накопившуюся макулатуру и использованные батарейки. Сортировка – обязательно. Пластик, стекло и бумага получат вторую жизнь. Опасные отходы правильно утилизируют. 50% от всего мусора – вторсырье. Например, 25 пластиковых бутылок – это целая флисовая куртка. Порядка 700 – алюминиевых банок, велосипед. А из 6 килограммов макулатуры можно сделать полторы тысячи школьных тетрадей. Дело в том, что есть многие отходы, которые совсем не принадлежат практически разложению. Так, например, стекло, которое разлагается 100 лет. Вот каждый кусочек стекла будет лежать еще долгое время. Пластик от 100 до 400 лет разлагается. Естественно, если этот мусор весь будет долгое время находиться в почве, понятно, это и мусор, это и совершенно непригодная почва. Естественно, нужно об этом подумать, задуматься, скажем, и начинать раздельно сортировать отходы для того, чтобы они пошли обязательно в переработку. Здесь же развернулись информационные точки. Каждому раздали буклеты с инструкцией, куда необходимо сдавать отходы на переработку и как организовать сбор мусора дома. Анапчане проявили активность. С самого утра несли сюда бутылки и ненужную макулатуру. Полина пришла вместе с подругой. Об акции узнали на уроке биологии. Я хочу, чтобы наша анапа стала чище. О том, как вторсырье можно превратить в новые полезные вещи, участники акции узнали на специальных мастер-классах. Ребята мастерили подделки, аппликации, учились шить эко-сумки, чтобы меньше пользоваться полиэтиленовыми пакетами. А на точке дармарка вторую жизнь получили детские игрушки. Главная цель этого праздника – это показать людям, детям, семьям, взрослым, о том, как им можно делать свой вклад в решение проблемы мусора. Это очень серьезная и острая проблема. Мы показываем, что же можно конкретно делать. Что можно сдавать отходы в переработку во вторичные, чтобы из них получились новые вещи. Что можно уменьшать количество мусора, который мы производим. Что можно вещам дарить вторую жизнь. Как, например, сегодня люди приносят книги, люди приносят хорошие вещи для того, чтобы в рамках таких точек, как книговорот и дармарка, подарить им вторую жизнь. На сегодняшний день в Анапе раздельно утилизировать можно лишь бумагу и пластик. В информационных буклетах указаны адреса и телефоны организаций. Батарейки, собранные на Экодворе, будут отправлены в Краснодар. По словам организаторов, вполне возможно, пункт приема опасных отходов скоро появится и в Анапе. На следующей неделе изменится график доставки пенсий. В связи с предстоящим праздничным днем 4 ноября пенсии и другие социальные выплаты будут выдаваться заранее в отделениях почтовой связи. За 3 и 4 ноября выплаты будут производиться 2 ноября. А тех, кто должен получать пенсии 5 и 6 ноября, ждут 3 ноября во всех почтовых отделениях города-курорта. Далее выплата и доставка пенсий и других социальных пособий будет осуществляться в соответствии с прежним графиком доставки. В детском саду номер 18 Виктории открыли сразу две казачьи группы. Воспитание детей в лучших традициях казачества в этом году практикуется уже второй год. И, как показывает практика, весьма успешно. Все больше родителей желают, чтобы их дети надели казачью форму. О том, чем эти группы отличаются от обычных и как проходил обряд посвящения в юных казачат, в следующем сюжете. Самая юная смена опоры и поддержки государства. Порядка 60 детей пополнили большую казачью семью Анапы. Начало было положено в прошлом году. Тогда здесь открыли первую на курорте казачью группу дошколят. Эксперимент полностью себя оправдал. И в этом году здесь уже открывают сразу две такие группы. Воспитатели и родители отмечают – казачата лучше знают историю родного края, разбираются в традициях и обычаях, по-другому начинают относиться к вере и духовности. В казачьих группах, помимо того, в моих занятиях воспитатели еще вносят вот этот региональный компонент в процесс обучения по всем другим дисциплинам. То есть рисуют уже, значит, что-то связанное с темой моей, которую на неделю, в общем-то, я им принесла. Что-то изучают к духовным праздникам молитвы. Ну, и, в общем-то, через все виды деятельности проходят кубаны-ведины. То есть в этом отличие от обычных групп. Наши дети будут знать историю своей родины, они будут расти патриотами, и мы будем им гордиться всегда. Посвящение проходило по всем казачьим традициям. Духовный наставник, отец Михаил, благословил казачат в добрый путь. А заместитель атамана районного казачьего общества зачитал устав, произнес напутственные слова и, согласно старой традиции, обсыпал ребят зернами пшеницы. Так отправляют казаков на любое благое дело. Практика у нас одна – воспитание молодежи в духе патриотизма, чтобы дети знали свои истоки, понимали. Тем более сейчас много неполных семей, когда дети, нет у них мужского внимания, скажем так. И в классах казачьих, ну, садик – это первый у нас, а в казачьих классах дети тянутся к казакам, к наставникам, к мужскому отношению, к делам, ну и к поведению. Казачата, в свою очередь, доказали, что достойны носить свои новые, пусть пока еще и не настоящие звания. В большой концертной программе ребята продемонстрировали статьи выправку, строевую подготовку и творческие способности. В руководстве детского сада отмечают, набрать сразу две группы казачат было несложно. Это осознанный выбор детей и родителей. Чтобы привить к ним любовь к родине, к патриотизму, чтобы они осознавали, как это, наверное, ну, если честно, быть так. За каждой группой закреплен куратор-казак, который будет приходить на тематические праздники и принимать участие в занятиях по кубановедению. Детский сад «Виктория» – первый и пока единственный в Анапе, где функционируют казачьи группы. Однако в городском управлении образования не исключают, что этот опыт, возможно, подхватят и другие сады. В Анапе завершилась восьмая спартакиада среди работников муниципальных и государственных учреждений. Организаторы отмечают, что по азарту и накалу эмоций любительский спорт часто интереснее, чем состязания профессионалов. А участники уже собираются готовиться к следующей спартакиаде. Бег на 30 метров с ускорением. Стартуют по два представителя команды. В зачет идет лучший результат. Помимо этого, прыжки в длину, а также перетягивание каната. Участники спартакиады – служащие государственных и муниципальных учреждений, социальные работники, сотрудники Центра занятости населения, пожарные. Всего 10 команд по 10 человек. У каждого персональная амплуа. Надежда Цымбал работает в Центре занятости населения, занимается танцами. Решила, что может помочь команде в беге. Это командный дух, во-первых. Во-вторых, это общение с коллективом вне работы. Это определенный адреналин. Сидим в офисе 5 дней в неделю, с 9 до 6. И, конечно же, выходные вот такие активные, позитивные. Это будущий заряд на следующую неделю 100%. Это уже восьмая по счету спартакиада. Ее организует профсоюз. Соревнования проходят на базе 10-й спортивной школы. Уже прошли турниры по волейболу и мини-футболу. Легкая атлетика – финальная часть. Впечатления всегда яркие, удивительные, красивые, сногсшибательные. Потому что, когда ты общаешься с таким количеством людей, которые не внутри спорта, а которые рядом спортом, то есть занимаются для себя немножко, непрофессионалы. Но с каким азартом, с каким удовольствием они это делают. От них заряжаешься бесподобной просто энергетикой. И все это несется в дом, вся эта радость, все это счастье. По итогам трех этапов – бронза у 11-го отряда противопожарной службы, серебро у Центра социальной защиты, золото у сотрудников 10-й спортивной школы. Неофициальный итог – своим примером удалось увлечь самых юных болельщиков. 11-й фестиваль туризма и скалолазания на искусственном рельефе состоялся на базе средней школы номер 6. На площадке собрались любители спортивного туризма, в их числе учащиеся школы, студенты профессиональных учебных заведений, высшего и среднего образования, а также рабочая молодежь. Команды из Темрюка, Новороссийска, Геленджика, Славинска-на-Кубани и других городов Краснодарского края. Всего около 100 человек боролись за победу. В этом году фестиваль разменял второй десяток. На фестивале у нас три вида. Это спортивный туризм, групповая дистанция, соревнования «Лабиринт» спортивное ориентирование и соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе. В рамках первенства «Анапа» у нас проходит пешеходная дистанция второго класса, где будет выполнение до второго взрослого разряда. И в рамках чемпионата у нас дистанция третьего класса, где будет выполнение первого взрослого разряда. Первое задание для участников – командное прохождение полосы препятствий с использованием альпснаряжения. Здесь потребовалась не только слаженность взаимодействия, но и выносливость. Дистанция кажется несложной только на первый взгляд. Все испытания необходимо проходить максимально быстро, любая ошибка снимает очки. Ну, просто умеем это делать и так. Ну, хорошая подготовка, думаю. В призовых местах будем, должны быть. Не менее напряженная обстановка и на скалодроме. Здесь необходимо было подняться на самую вершину за короткий промежуток времени. Александр Редькин, студент Анапского колледжа сферы услуг, показывает превосходный результат. Его подъем занял всего 9 секунд. Тренировался в прошлом году, выступал уже здесь и показал тоже неплохие результаты. В принципе, я и до этого занимался у себя в школе. И так, уже сам могу. А вот на спортивном ориентировании в задании «Лабиринт» у многих возникли трудности. И здесь многое зависело не столько от возраста, сколько от навыков и интеллектуальной подготовки. Мария Камышина – самая юная участница. Однако, она не только быстрее всех выполнила задания в своей возрастной группе, но и не допустила ни одной ошибки. У нас Лариса, Борисовна ведет туризм, и я хожу на всякие кружки по туризму, и мне нравится этим заниматься. И мне это увлекательно. По итогам соревнований в дисциплине «Дистанция пешеходная группа» первое место поделили ученики школы номер 6 и студенты филиала Сочинского госуниверситета. В личных соревнованиях по скалолазанию «Лучшее время» показали и Екатерина Стасенко, Алексей Романов и Николай Перевертин. В дисциплине «Лабиринт» победу одержали Виталий Асафинов, Владислав Вакорин и Николай Перевертин. Эти спортсмены войдут в городскую сборную и будут представлять Анапу на краевых соревнованиях по туризму, которые пройдут в конце ноября в Славянске-на-Кубани. Погода в Анапе наконец-то меняется на осеннее. Синоптики предупреждают – грядет похолодание. Резкий перепад температур на минувших выходных стал причиной появления смерчи в акватории Анапской бухты. Очевидцам удалось запечатлеть природное явление на камеры мобильных телефонов. Над морем в районе Пионерского проспекта гигантская воронка провисела несколько минут, затем растворилась, не дойдя до берега. Пострадавших нет. А какой будет погода завтра, узнаем после небольшой рекламы. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» молочная «Тавр» вареная – 218 рублей. Салями финская с можжевельником – 299 рублей. Сосиски «Тавровские» – 188 рублей. «Тавровские мясные лавки» в Анапе. Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 24 октября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до плюс 17 градусов. Ночью прохладнее – 12 выше ноля. Ветер северо-восточный от 6 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 14 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости «Медицинский центр Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинают первичные консультации, диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Первая очередь уже сдана в эксплуатацию. Звоните 48 300. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога. УЗИ печени. Электрокардиограмма. Внутривенное детокс-очищение. Нейрофизиологическое обследование. Рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова